Памятник, который можно было бы сохранить и показывать потомкам. Вот этот маленький поселок, который находится в сторону Сычевки, он действительно сохранился так, что можно сделать музей-заповедник под открытым небом. Когда-то, еще лет 10 или 15 назад, директор вашего порта Иванов, он предлагал это все действительно взять под охрану памятника, памятник взять под охрану, не засыпать наши комплексы, а оставить так, как они остались, вот дошли до нашего времени, и сделать музей под открытым небом. И тогда можно было бы развивать ваш туризм в вашем городе, возить своих гостей туда, чтобы показать, что это не только в Греции, но и здесь у нас вот совсем недалеко, маленький город в степи, до сих пор сохранил свои эллинские традиции. Ну а то, что вы видите на экране, это, конечно, вы сейчас даже если туда поедете, вы ничего не увидите, все засыпается землей после археологических исследований, потому что, к сожалению, люди не всегда адекватно относятся к этому, разбирают кладки, разрушают постройки. И чтобы наши дети могли приехать и посмотреть, нужно все это пока что консервировать. Но я думаю, что придет время, когда и городские власти вашего города, и власти нашего области сочтут нужным, чтобы не только писать бумажки о том, что вот мы развиваем туризм по Одесской области, но и обратят внимание и на этот памятник, и тогда можно будет возить туда и своих детей, и своих внуков, и приглашать туда своих гостей. Вот такая история маленького крохотного городка. Но я вам хочу еще сказать, что вот вы говорили, говорили наши предыдущие ораторы о том, что вот история нашего при Черноморье, в частности нашего крохотного побережья, началась с истории древних греков. Отнюдь на территории Вороновки, такое село было у вас, там, где сейчас находится порт Южный, вот там находился очень древний памятник эпохи бронзы, 13-12 столетия до новой эры, то есть ему больше трех тысяч лет. Вот когда греки стали формировать свой язык, этот город уже существовал. Это был город бронзолетейщиков, мастеров, они прекрасно строили каменные дома, удивительно, но, к сожалению, так получилось, что этот город пришлось пустить почти полностью под раскопки и под бульдозер, потому что там возник город, ваш порт Южный. Ну, я думаю, что такая участь не постигнет наш памятник, который мы его называем Кашарой, поскольку он самый близкий от Кашарского такого поселка находился. И этот город останется, в общем-то, в истории, поскольку он охраняется государством. И я думаю, что так и дальше государство будет охранять этот памятник. Тем более, что античных памятников не так уж много. Вот эта крупица античности, крупица историческая, крупица культуры древних греков, как жемчужиной украсила наше Северное Причерноморье. Поэтому я хочу обратить внимание на то, что расскажет мой коллега о Вороновке, что это за памятник.